Ау! Парень! История, которую нужно рассказать за 13 минут. Она придуманная, но не из разряда фантастических, поэтому легко представить себя участником событий. Одному из пассажиров становится плохо. Он вышел из автобуса и потерялся. Лишь один остался его искать. Оказалось, что минута, когда большинство приняло решение поехать дальше, оказалась роковой. Авторы из Майкопа, республики Адыгея. Один работает хирургом, другой преподавателем. Кино – это хобби, но товарищи решили каждый год снимать по фильму. Этот – третий. Нам это интересно, нам это помогает развиваться в том числе. Съемки короткого метра на самом деле много времени не нужно. Главное – хорошо к ним подготовиться, к этим съемкам. Актеры у нас есть, желающих сниматься тоже хватает. Оборудование тоже у нас есть, поэтому время всегда можно найти. Всего в фестивальной программе 18 короткометражных работ. Сегодня начались показы. Программа рассчитана на два дня. Специалисты говорят, не стоит недооценивать этот жанр, хотя бы потому, что плотность впечатлений на единицу времени при просмотре короткометражных работ значительно выше, чем в случае с полным метром. По прошлому фестивалю в Сочи я пересмотрел штук 20 короткометражных фильмов, 15-10 минутных. Это шедевры просто. Я ходил специально смотреть вот эти вот короткометражки. Как же талантливо ребята это делают. Вот эти малообъемные фильмы. Не оторваться по хлеще полного метра. Я уже специально ходил, чтобы посмотреть вот эти 15-минутные, 10-минутные фильмы. Ну, это же потрясающе. А кто их делает? Молодежь! Владимир из Красноярска. У него небольшая студия. Снимают рекламные ролики, презентационные фильмы и другую коммерческую продукцию. На фестивале команда представила свою дебютную киноработу. Почему решили снять? Потому что вся моя команда, это тоже немножко где-то мечтатели. И мечта снять кино, она была. И когда это все дело шло, а желание росло, мы поняли, что надо либо уже снять и успокоиться. Если у нас ничего не получится. Либо доказать, что мы можем это делать, и надо делать это дальше, следующий шаг. Он так себя ведет, как будто в моих силах вернут все обратно. Я виновата в аварии, в том, что он ходить не может, в том, что денег нет. Во всем он обвиняет меня. Эти мысли, что это мой крест, я не могу бросить мужа-инвалида, они все время в моей голове. Наталья, кто бы ни был виноват в аварии, в ее последствиях, необходимо научиться жить дальше. Фильм о том, что часто помочь себе можно только помогая другим. Сибиряки признаются, что уже вошли во вкус и готовят очередной сценарий, который сами определяют как взрывной. Два десятка лет назад фильмы снимал только тот, у кого был доступ к соответствующей технике. С появлением доступной аппаратуры для видеосъемки и бесплатных программ для обработки видео, молодежи стало проще заявлять о себе и набивать руку. Кто-то из них перейдет в полный метр. Уже сегодня небольшие студии снимают кино с бюджетом от нескольких миллионов рублей, которое при этом окупается в прокате, конкурируя на равных с иностранными фильмами и продукциями центральных студий. С одной стороны из-за низких затрат на производство, с другой такие фильмы востребованы зрителями в своих регионах.